всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно сшить платье с использованием трикотажной сетки платье отрезанное по линии талии юбка на сборке и по шву притачивания юбки к верхней части платья настрочена резинка для верхней части платья я взяла выкройку свитшота с вуточным рукавом это все та же моя любимая выкройка свитшота сайта изюм это выкройка среднего объема и она позволит мне сделать платье без застежки но я в ней кое-что изменю во первых я расширю горловину в плечевом шве со стороны горловины я убираю 4 сантиметра и также по выкройке свитшота горловина слишком глубокая поэтому я ее немножко подниму примерно на 5-6 сантиметров то есть мне нужна горловина типа лодочки и горловина получится достаточно широкой чтобы в нее прошла голова без застежки такие изменения я делаю на детали переда и точно также я делаю с деталью спинки я уменьшаю плечевой шов на 4 сантиметра но здесь уже горловину я не поднимаем то есть такая глубина горловины на спинке меня устраивает по рукаву никаких изменений не делаю за исключением длины рукава так как свитшот у нас идет с манжетой поэтому либо добавляем длину манжеты если вам по выкройке подходит длина рукава либо измеряем по себе необходимую длину рукава то есть от плеча до запястья для платья я выбрала трикотажную сетку в мелких горошек этой ткани у меня ровно 2 метра но после крови мне останутся небольшие кусочки поэтому точный расход я вам сказать не могу но во всяком случае 2 метра на размер 44 вам точно хватит также я купила обычную трикотажную сетку в этом платье конечно я ее использовать не буду но я оставлю ссылку на магазин откуда эти ткани и кстати в этом же магазине я купила ткань креп сатин и и буду использовать для подкладки платья этой ткани у меня всего полтора метра и и мне хватило ровно на платье остались только маленькие обрезки для начала я выкрою все детали и скреп сатина выкраиваю деталь переда одну деталь с сгибом и деталь переда и деталь спинки краем до линии талии линия талии отмечена на выкройке либо вы можете эту длину измерить по себе вообще выкройка идет уже с припусками нашего и поэтому припуски не добавляем добавляем только по низу где мы отмечаем линию талии в этом месте можно добавить припуск на шов 1 сантиметр обводим деталь мелом и вырезаем таким же образом выкраиваем деталь спинки так как горловина переда и спинки у нас похожи они отличаются по глубине совсем немного и чтобы не перепутать детали для себя можно подписать где перед а где спинка но вообще деталь переда здесь немного шире чем детали спинки но все равно для себя подписываю чтобы ничего не перепутать далее я беру сетку и из сетки я выкраиваю точно такие же детали переда и спинки просто складываю детали поверх сетки и вырезаю далее из скреп сатина я выкраиваю юбку юбка у меня будет состоять из двух прямоугольников то есть будет два боковых шва длину юбки определяем самостоятельно это длина от талии до необходимой длины юбки не забываем добавлять припуски на швы сверху добавляю припуск 1 сантиметр снизу добавлять не будут так как низ буду обрабатывать ролевым швом по боковым швам припуски по 7 миллиметров а общая ширина юбки это две окружности бедер и точно такие же детали выкраиваю из сетки за исключением длины верхняя юбка будет на несколько сантиметров в длине и также сетки выкраиваем два рукава все детали выкроили и можно приступать к пошиву платья берем детали переда и спинки из сетки детали складываем лицом к лицу совмещаем в плечевых срезах скалываем плечевой средств булавками стачиваем плечевые срезы на оверлоке четырех ниточным оверлочным швом берем подкладку переда и спинки детали эти складываем уже изнанка к изнанке и скалываем плечевые срезы стачиваем плечевые срезы на швейной машинке край обметываем оверлоком швы на подкладке утюжим на одну сторону а швы на сетке утюжим другую сторону далее деталь из сетки и подкладку складываем друг на друга совмещая две горловины скалываем детали булавками со стороны горловины совмещаем плечевые швы на деталях швы раскладываем в разные стороны стачиваем детали со стороны горловины на швейной машинке строчку прокладываем 5 миллиметров от края по всей горловине делаем небольшие надсечки не доходя до строчки примерно 2 миллиметра детали из сетки выворачиваем таким образом через горловину и горловину утюжим горловину я отутюжила и теперь что подкладка не выворачивалась на лицевую сторону припуск на шов я направляю на сторону подкладки и от строчу со стороны подкладки прокладывая строчку примерно 2 миллиметра от шва горловина полностью готова теперь в открытую пройму я буду втачивать оба рукава чтобы сетка и подкладка не перекосились со стороны проймы я деталях скаловые булавками вы можете здесь прометать вручную берем рукав и прикалываем окат рукава к пройме складывая детали лицом к лицу главный не перепутайте рукав чтобы задняя часть рукава шла на спинку переднюю часть рукава шла на сторону переда на деталях выкройки а конкретно на пройме и на окате рукава есть метки для совмещения просто их переносите еще во время кроя и совмещайте метки во время пошива тогда вы ничего не перепутайте втачиваем рукав на швейной машинке край обметываем оверлоком если подкладка у вас будет трикотажная то рукав можно сразу втачивать только оверлоком также втачиваем второй рукав я втачала оба рукава чтобы швы не было видно я их заутюжила на сторону переда и спинки и теперь будем стачивать боковые срезы для этого складываем детали переда и спинки лицом к лицу а рукав складываем пополам шов на рукаве скалываем булавками и также скалываем булавками боковые срезы одну строчку стачиваем боковой шов и шов на рукаве на боковом шве я дополнительно еще кроме оверлочной строчки проложу строчку на швейной машинке две детали юбки я сначала в боковых швах как на сетке так и на подкладке теперь я складываю две юбки вместе то есть я подкладку вкладываю в юбку из сетки совмещаю на юбках боковые срезы и по верхнему срезу я по кругу скалываю детали булавками и и по срезу который скололи булавками прокладываем две строчки на швейной машинке на максимальной длине стежка строчки прокладываем по самому краю строчки нам нужны для того чтобы сделать равномерную сборку но перед тем как делать сборку я юбку и верхнюю часть платья сразу соединю вместе для этого юбку я разделила на четыре равные части и также на четыре равные части я разделила верхнюю часть платья то есть нижний срез на верхней части платья и и теперь я складываю детали лицом к лицу и совмещая метки скалываю детали булавками по этим четырем меткам так как деталь переда немножко шире чем деталь спинки то боковые швы по меткам у нас не совпадают но я все таки решила боковые швы на верхней части платья и на юбке совместить разница там получится буквально по одному сантиметру с каждой стороны поэтому на сборке и юбки этого не будет заметно и теперь на юбке мне нужно сделать равномерную сборку я вытягиваю ниточки беру две нижние нитки из строчек которые прокладывали по верхнему срезу юбки и делаю сборку все юбки я сделала сборку и приколола ее к верхней части платья булавками теперь я детали буду стачивать на швейной машинке прокладывая строчку один сантиметр от края затем я край обработаю оверлоком и вот эти вспомогательные строчки для сборки я удалю шов притачивания юбки нужно заутюжить к верху изделия далее нужно взять резинку шириной один сантиметр стачать ее в кольцо длина резинки у меня равна окружности талии минус 15 сантиметров и и эту резинку нужно на строчить на припуск со стороны юбки резинку я разделила на четыре равные части также на четыре равные части я разделила срез куда мы будем притачивать резинку приколола резинку совмещая метки на резинке и на платье и теперь зигзагом я настрачиваю резинку на припуск при этом резинку нужно растягивать и равномерно распределять по всему срезу низ рукавов и низ платья из сетки я никак не обрабатывал хвостики от оверлочных строчек с этой стороны я спрятала в сами строчке низ на подкладке я обработала ролевым швом на оверлоке можно еще раз поутюжить все швы и платье в целом и мое платье полностью готово если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал а также не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео пока пока